Добрый день всем зрителям канала Парфюм Бюджет Эстет Блю Бракар Групп на обзоре и видим что коробочка полностью упакована она такая приехала мне из Бермега маркета давайте вместе распакуем сделаем это так я не люблю срывать эту пленку до определенного момента поэтому ограничимся вот таким вариантом я обычно делаю так и вот так чтобы изъять флакон из этой упаковки еще раз хорошего качества картон с каким-то покрытием гладким то есть вот пальцем ощущаешь пальцем ощущаешь это я немного травмировал палец поэтому не обращайте внимание пальцем ощущаешь вот эту гладкую поверхность она как скользкая такая вот я думаю вы понимаете о чем речь хорошего качества интересное вот тоже обратите внимание сделано в таком едином стиле вот эти вот эстеты то есть какие-то ромбы разных цветов такой как бы 3d какой-то рисунок получается узор синий цвет внутри видите как это сделано приятный отличный такой цвет самого самой жидкости смотрите какой он красивый вот собственно говоря меня привлекли вот эти дизайны когда я увидел впервые эти флаконы доберешь просто ради дизайна хотя конечно и ради самого парфюмы я не знаю как звучат эти парфюмы я просто их вот увидел решил приобрести почему 50 миллилитров да просто 100 миллилитров я не нашел нигде продажи везде продается по 50 миллилитров эстет блю и эстет платином но ну и кроме того а вдруг мне не понравится поэтому на пробу я взял 50 миллилитров единственное что немножко я продолжу обычно везде на рендерах то есть на фотографиях в магазинах в интернет представлены вот эти эстеты в виде длинного такого флакона вот эта часть стеклянная она удлинена я например думал что это и есть 50 миллилитров вот этот длинный со стеклянной частью флакон я думал что это есть 50 миллилитров просто он маленький вытянутый оказалось что они хитрят то есть на самом деле они показывают фотографии 100 миллилитровых флаконов а когда заказываешь 50 ты не знаешь как он будет выглядеть и приходит такой коротышка все равно это прикольно все равно мне нравится этот дизайн еще один момент на фотографиях непонятно было вот эта часть стеклянная и или просто крашеные как бы ну может быть даже было бы крашеное стекло или там непрозрачная часть оказалось это прозрачный внутри видна жидкость мне такой вариант и хотелось мне именно и хотелось потому что что эстет я не понимал когда смотрел на фотографии что blue мне было непонятно кстати говоря цвет реальной жидкости на фотографиях и вот в реальности различается то есть он здесь больше зеленый цвет морской волны можно так сказать а на фотографиях он голубой он светло-голубой везде вот этот цвет то ли это такие рекламные фотографии продажные то ли это может быть связано с тем что просто разливают в разные партии может или что-то там такое может быть и был голубой цвет когда-то в этих разливах а сейчас вот он зеленый я не знаю но вот он другой то есть сразу обратил на это внимание то есть тут он другой цвет но все равно этот цвет очень приятный мне он даже может даже и больше нравится чем тот бледно-голубой цвет этот такой цвет морской волны приятный зелененький немножко давайте попробуем как он если тут холостые пшики вот мне что-то хочется понять да конечно есть сразу давать и заодно узнаем аромат я сам первый раз буду обонять этот аромат сейчас я не знаю что он из себя представляет и по отзывам кстати говоря нигде не нашел в интернете не нашел в реальных таких вот фотографий пользователей или какие-то видео на эти парфюмы чтобы было понятно вот какая если это жидкость или это крашеный флакон там непрозрачный мне было непонятно я вообще думал что он пластиковый вот эта часть она покрашена возможно а тут все здорово стекло красиво все сделано давай попробовать раз два три третий пшик оказался нормальным я чувствую этот аромат я его чувствую трава травянистый трава трава ну конечно он и морской тоже будет подходит под морской я думаю но больше трава сразу первое это трава причем есть такие ароматы знаете вот у эйвен был аромат в таком зеленом флаконе когда это давным-давно лет 15 назад по моему назывался эссенция даже могу сейчас его показать подождите немножко я нашел его достал вот он эйвен эссенс я не помню даже когда им пользовался и когда я вообще доставал смотрите что это седьмой год это седьмой год да получается но я и говорю ему лет 15 вот смотрите красавелла мне кстати долго стоял я им как-то так вот не особо пользовался вот он как нибудь его тоже на обзор надо будет так и подтвердится ли мое чутье куда бы выбрызнуть давайте сейчас дождите давайте пробовать да похоже похоже конечно да я сразу понял на что это похоже вот тут кстати звучит как-то поярче и несмотря на свой возраст и он ну не сказать что испортился но я помню немножко его другим все-таки немножко наверное изменился но это все это за одной серии все из одной группы семейства 1 да похоже но мне нравится мне нравится мне вот этот нравится я не прогадал сейчас чуть получше о нем расскажу вам расскажу подробнее нормально хорошая неплохой аромат не прогадал он знаете какой он трава пряная трава да получается как они могут сухая может быть даже ну такая приглушенная озоновые пнота тут есть конечно тоже интересно что пишут здесь ничего не пишут придется искать называемую условную пирамиду где-то в интернете на скорее всего на сайте бракар групп ну давайте более подробно посмотрим на и на этот аромат с точки зрения нот и так с официального сайта информация но ты все в один ряд без выделения верхних средних база но я думаю тут не трудно понять и так бергамот полынь корица розовый перец листья табака герань кедр подгруппа аромата древесный пряный аромат ароматический так сказано на официальном сайте ну давайте я еще зачитаю может быть кто-то не знает даже не полезет туда на этот сайт ноут что там написано по поводу именно этого аромата притягательное сочетание мужественности и сдержанности яркая свежесть бергамота и горечь полыни подчеркивают сладкую пряность корицы остроту розового перца и умиротворяющее спокойствие древесных нот в шлейфе ароматические аккорды герани смешиваются с табачно-кожаной базой это то что сказано теперь мои ощущения я его ощущаю как травяной как трава еще раз давайте достану вот этот вот уже фактически винтажный эссенс от эйвен сейчас не помню но по-моему это 2007 год ну до винтажа ему еще надо немножко отстояться но фактически это уже вот ему почти лет 15 наверное думаю что уже близко к определению винтажных ароматов который мы знаем наступает после 20-25 лет жизни аромата выпуска что его показывает что-то я заговорился я хотел сказать что эстет блю и эйвен эссенс очень похожи очень похожи очень похожи очень похожи в самом начале в самом начале они очень похожи то есть это трава трава очень сильная такая трава но какая трава немножко различаются они уже в дальнейшем в самом начале прямо первое ощущение что это вот братья-близнецы но чуть чуть дальше мы видим что здесь трава свежая сладкая и сам аромат более свежий сладкий и звонкий вот этот аромат вот этот начинается казалось бы пронзительно звонко но потом он уходит в в притемненную середину и базу такую же притемненную а сначала он да он кажется такой яркий эстет блю кажется ярким таким но он обманчивый он сначала яркий но буквально через какое-то время особенно в сравнении хорошо мы уже сразу чувствуем что он уходит в темноту в темное такое послевкусие да и в середину тоже а этот остается таким сладким ярким и звонким вот честно говоря я раньше мало им пользовался вот видите да сколько тут еще осталось и мне на не особо нравился этот аромат не особо мне нравился но тем не менее вот сейчас сравниваю я хочу сказать что мне этот больше нравится в сравнении с эстет блют говорю как есть чтобы было понятно то есть сходство у них сильное в начале да и в середине тоже на мой взгляд хотя пирамиды у них разные пирамиды разные но они похожи и вам напоминаю фужерный аромат этот древесный да хотя давайте ка я вам скажу кое-что про эту тему тоже на эту тему значит смотрите несмотря на то что он древесный я например ощущаю его как вижу признаки в нем фужерного аромата давайте посмотрим на ноты бергамот и кедр это это компоненты относящиеся к древесным от фужерного что тут мы можем найти тот же самый бергамот он также очень часто встречается и фужерных применяется кедр также фужерных частый посетитель и и непосредственно герань герань это прям яркий представитель фужерных ароматов он здесь она здесь есть и еще хочу сказать то есть более подробно по аромату то есть смотрите он травяной самом начале я его таким ощущаю я его не ощущаю как древесный но опять же давайте вот посмотрим древесный бывают разные ароматы в основном они могут быть сладковатыми без резких акцентов терпкие то есть вяжущие или кислые а фужерная классика она у нас какая она это лес после дождя утреннее поле роса трава летний воздух перед грозой это свежий легкий не легкий вернее а слегка терпкий сухой с горчинкой аромат свежий лесная природа дождь летний теплый чистый воздух вот с этим ассоциируются у нас фужерные ароматы вот такое восприятие фужерные часто имеют составе цитрусовые акватические компоненты что дает свежесть создает морское травянистые или лесное послевкусие фужерный аромат это свежесть чистота тонус бодрость ну то есть в основе фужера лежат древесные цитрусовые ноты в том числе бергамотовый а здесь бергамот вот так представлены в пирамиде и лавандовые акценты лаванда здесь нет но все равно это не важно но есть еще древесно-фужерные ароматы то есть совмещенные древесные и фужерные то есть тут что мы наблюдаем это опять же вот свежесть пронзительность некоторая холодность в аромате если смотреть по нотам то в древесно-фужерных мы выделим нейтральные воздушные акценты за них отвечает лимон или лаванда середина это глубокие оттенки древесины мха морского воздуха дождя и в базе мы ощутим какие-то пряные ванильные нотки мускусные вот таким образом я например думаю что это все-таки древесно-фужерный аромат потому что потому что он относительно легкий воздушный нет не совсем но это в нем присутствует свежий да в начале но потом от свежести мало что остается он уходит такое более грубое звучание вот например эссенс он остается свежим от эйвен а этот все-таки нет он чувствуется какая-то вот условно говоря грязь в аромате я это как по аналогии с музыкальной терминологии говорю сейчас то есть какие-то ну нету чистоты с этой свежести и и не ощущается немного пряный ну да тут корица древесный да тоже есть тут нота дерева конечно же тут и кедр есть присутствует в том числе и между прочим когда он в базе он уже звучал остаточные какие-то моменты я почувствовал сходство например с лосьоном после бритья петролом который как раз с кедром вот что то есть такое вот неуловимая такая вот особенность этого автошейва кто пользовался тут знает у него специфический такой приятный древесный аромат вот этого кедра как раз он потому что с маслом кедра как тут сказано вот с натуральным маслом кедра и даже вот нарисован этот кедр здесь на этикетке выполнил дерево кедра так вот тут тоже есть какая-то вот схожесть с этим кедром в этом в базе но и в середине тоже немножко вот ну в целом аромат мне понравился он относительно сдержанный я бы сказал даже красивый аромат не громкий сдержанный но не строгий чуть прохладный но не холодный такой знаете вот как раз вот особенность фужера чуть пряный но не сладкий относительно свежий такой сухой есть некоторая свежесть вначале но в целом это такая сухая древесно травянистая композиция вот такой древесно травянистый аромат причем не свежий не яркий в плане травы а именно суховатая трава такая вот ну как еще что еще можно сказать морской ли он ну конечно да есть небольшая нота вот может даже кому-то показаться что он с изрядной доли акватики об этом кстати говорит его цвет посмотрите только на эти цвета лазуревый лазурный или какой вот как правильно бирюзовый синий голубой посмотрите на цвета упаковки посмотрите на вот эту замечательную красивую жидкость казалось бы он акватический он морской я так и думал в начале что это будет акватический аромат особо не вдаваясь в описание но потом конечно я с первых секунд понял что его разбрызгивание понял что это древесно-фужерный аромат вот ну при желании тут можно что-то выделить из акватики или морской какой-то вот или озоновый акцент вот но на деле все-таки нет это древесный прян древесно-пряный вот такой фужерный травяной на старте конечно трава пожалуй еще раз повторюсь сух суховатая но не совсем сухая но сухая возможно это вот полынь как раз но герандис хорошо тоже на мой взгляд герандис ощущается такой тоже специфику такой дает определенный пергамот я на старте особо здесь не ощущаю можно при желании распознать корицу и розовый перец вот эта пряность тут есть она и поэтому такой эффект необычный того что вроде бы аромат и свежий и одновременно чуть теплые чуть даже не сладкие вот но такой приятный такой аромат надеюсь я вот описал как это возможно ну а что еще сказать что еще сказать весна-лето пожалуй весна-лето но при желании можно и в любое другое время года использовать но пожалуй весна-лето кто носить для любой но и для молодежи он подойдет и тем кто постарше такой вот нормальный такой вот демократичный и по цене и по своему по своей природе аромат такой же впрочем как и стед платином вот они применят они из одной линейки платину blue и такие вот недорогие напоминаю что эстет blue 50 миллилитров цена как и платином 302 рубля на бьюти депо было перед новым годом сейчас наверно тоже около того я покупал чуть дешевле нам по баллам на другом сайте я уже говорил такой сайт но не хочу особо его пиарить или как-то о нем говорить потому что у меня с ним были проблемы они мне не короче не хочу даже вдаваться в эти подробности ладно так дальше ну приятные цвета приятный дизайн вот этот ребристый и такой винтажный мне нравится на упаковках мы видим кстати он такой 3d стилизацию вернее под 3d print разных цветов здесь он один здесь другой но везде вот это мы видим ромбовидная структура и хорошее качество упаковки она такая как вот видите переливается она она скользкая и как будто бы пластиковая вот как будто это пластик но это такой картон внутри мы видим пространство для нашего флакона вложимент такой чисто условно то есть мы видим еще один стал уж туда картон и но нет никаких перегородок который образует воздушное пространство то есть он полностью глаз встает и плотно там сидит вот так 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 в коллекции стед раньше выпускался еще стед классик и стед нуар их я не вижу в продаже они были когда-то давно сейчас наверное сняты с производства я так думаю еще раз крышка магнитная тут еще одна вставка вот другого цвета темный цвет это она достаточно тяжелая достаточно тяжелая это серебристая такая под хром сделано сама крышка и сама вот эта часть это пластик но сделано под такой хром хорошо застегивается отстегивается то есть удобно конечно приятно за эту цену такой бонус получить неплохо это часть этикетка она серебристая как видите тут уже начинает стираться покрытие вот е т конечно лучше было бы это если бы это сделано было бы какой-то гравировкой ну условно говоря я не что ли напечатана не знаю вот тут вот это сделано так и это не особо как бы что есть то есть дальше снизу мы видим информацию 1.7 fluid ons это объем 50 миллилитров по нашему эстет блю мужская туалетная вода так 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 упаковка мы уже смотрели просто хочу уточнить что уточнить что срок годности 5 лет с даты изготовления он достаточно свежий вот все эти штрихи и общая информация такая коробка нормальная ну вот сегодня рассмотрели такой аромат я немножко перепутал с выпуском видео сначала хотел выложить видео как раз блю но выложил платином поэтому там но это несущественно это все ерунда мелочи друзья я всем желаю всего доброго главное здоровья не терять опять же в наше непростое время не терять мюха не терять его в прямом и переносном смысле мюха как в прямом то есть вообще его не терять связи с нашими событиями так и в переносном в том плане чтобы все адекватно оценивать и и видеть все что происходит на самом деле всего доброго и мы скоро услышимся и еще немного это совсем уже не по теме но это много времени занимать не буду ни у кого просто может быть кто-то смотрел в прошлом видео о наушниках которые я достал и ревизировал вот у меня такая коробка тдс 5м от еще советский советский такой вариант это оригинальная коробка она оригинальная вот даже вы видите надпись made in ussr электроника и в ней у меня я цену хочу найти не помню и в ней лежат вот такие мои наушники вот они сейчас секундочку вот об этих наушниках речь наушники тдс 5м оригинальные наушники от них у меня есть паспорт свободная розничная цена девяносто четвертый год судя по всему шестой месяц дата производства я не помню цену по которой они покупались но цена была я не помню вообще даже честно говоря еще есть паспорта тдс 3 тут эти красные которые тоже показывал в прошлом видео сейчас они прямо скажу пару слов просто хочу сказать то о том что я с ними собственно сделал то есть я эти амбушюры которые вот так вот сплющились и высохли я их разрезал с обратной стороны снял их поддрал они на клею с обратной стороны по всей окружности сделал такой разрез полностью и вычистил их от розового такого розовой пыли это уже испортившийся поролон промыл их просушил с обратной стороны здесь и здесь и засунул туда ставил поролон который вырезал тоже по диаметру по окружности если был у меня кусок этого поролона и я сделал такие вот вкладыши внутрь сейчас сделаю паузу и фото чтобы вы поняли что вот то есть вот этот круги вот этим я вставил через эти прорези туда внутрь а так как этот поролон достаточно широкий он выпирал оттуда и надо было его туда как бы вот зафиксировать в амбушюрах засунуть и зафиксировать поэтому я сделал с дермантина из такого кожзама своего рода такие тоже круглые вкладыши не вкладыши а как сказать вырезал такие круги и с отверстиями и с обратной стороны эти амбушюры просто взял и заклеил взял заклеил поэтому поролон больше не выпирал он остался внутри мне было жалко выкидывать эти амбушюры казалось бы уже не подлежащие восстановлению они были жесткие скомканные просто вот сложились вот так вот была такая вот просто какая-то такая вот корочка жесткая я их уже сейчас вот промазал мазью обувной чтобы размягчить немножко на навозке вот они сейчас мягенькие стали и приобрели нормальный вид и стали как новые собственно говоря ну можно было просто выкинуть потому что они были не гнущиеся и просто ерунда какая-то казалось бы но это советское производство и качество хорошее это не тот материал как на современных наушниках который облупляется и превращается ну там ткань на него нанесена основа она облупляется до ткани здесь нет здесь вот сам материал такой что он не облупляется и даже он не сломался за это время вот когда слежался казалось бы он должен потрескаться и сломался но нет я его смазал вот восковым кремом и он собственно ожил и мягенькие они до сих пор подслужат то есть я их восстановил хотя амбушюры которые я заказал с али экспресс они вроде бы мягкие но насколько они по качеству непонятно я их определенно другие наушники у меня есть наушники другие еще а эти потом когда я уже заклеил с обратной стороны я их просто посадил на места прежние все на клей вот они приклеились хорошо и все сидят и таким образом ремонт сделан что меня порадовало самого а тут конечно можно было чуть-чуть до ума их довести в том плане что поаккуратнее сделать вот это вот дермантин тот который приклеен с обратной стороны можно было чуть подредить чтобы его не было видно я просто когда делал особо не примерял просто сделал по окружности оказалось когда приклеил стал клеить уже уже нанес клей уже думаю ну сейчас уже на клею обрезать нет смысла а можно было сделать так чтобы их вообще не было видно но это такая мелочь придирка на самом деле тут кто не по ней не знает как они выглядели он даже не заметит этого потому что они все равно достаточно аккуратны а тот кто даже и знает тот тоже не обратит на это большим на это большого внимания это не так бросается в глаза главное что все сделано аккуратно видно вот этот дермантин вот он полоса вот здесь внутри можно было чуть просто чуть-чуть с запасом сделать выбрать немножко и тогда бы вообще бы не было видно было бы прям все по заводскому но это все мелочь вот звук у них в этих наушниках еще раз повторю он детальный нет извиняюсь он здесь не детальный он притемненный басовитый это напоминаю изодинамические наушники тут хороший бас такой хлюпающий такой хороший бас мощный достаточно даже по современным меркам вот и с басами тут все в порядке высокие тут тоже на месте середина на месте они музыкальные они хорошо подходят под большинство современных музыкальных жанров вот а вот эти наушники tds 3 они как раз техничные мониторные наушники так вроде бы как бы в то время определили техничное звучание детальное детальное с выдающейся стереопанорамы вот этот момент меня просто удивил спустя много лет я слушал просто знакомые композиции они так разделены по стереоканалам здорово просто удивительно вот это прям впечатляет они без в низких частот фактически то есть низов тут басов искать не приходится но с хорошими высокими чистыми высокими прозрачными частотами сами они достаточно воздушные такие вот детальные техничные отыгрывают хорошо на техничных таких жанрах музыкальных детально но без баса особого без баса баса тут не хватает как бы эти светлое звучание светлое техничные детально этим басовитые музыкальные и сбалансированное звучание имеют таким образом вот то что хотел сказать по этому поводу по наушникам друзья это был такой просто небольшое отступление может быть кому то это интересно я не заставляю никого смотреть поэтому не не обижайтесь не обессудьте как говорится я приглашаю всех на последующие видео которые будут выходить периодически на моем канале я работаю над этим всем всего доброго приглашаю к просмотру своих новых видео подписывайтесь на канал приходите смотрите хороших всем покупок и приятного радостного настроения